Лето 2022 запомнится точно. В эти выходные в окрестностях деревни Житенина проходит 24-й туристический слет. Истасковавшиеся по соревнованиям на природе, а прошлые два года турслет не проходил в связи с эпидемией коронавируса, с огромным счастьем восприняли известие о предстоящих состязаниях. Ну что же, турслет 2022 глазами нашей съемочной группы. Чудесные солнечные выходные, свежий воздух, природа, прохлада реки, друзья и настрой на победу. Идеальные условия для проведения спортивной тусовки. Этого события ждали все. Турслет 2022 состоялся после двухлетнего перерыва. Как настроение? У нас сегодня очень хороший слоеный пирожок получился. Есть люди с богатым опытом, есть новички, есть увлекательные люди, есть люди, которые неординарно подходят к этим решениям. Но сегодня мы выясним, кто же на этом чемпионате из нас лучше всех к нему подготовился. Поэтому я вас всех поздравляю на этом турнире. Я всем желаю вам успехов, благополучия, удачи, самое, наверное, все-таки главное. Ну и очень приятно видеть, конечно, здесь наших, наверное, как подрастающее маленькое поколение, которому мы также подготовили в этот раз программу соревнований. Надеюсь, вы будете, взрослые, соревноваться. Дети ваши будут также помогать вам в этом. Поэтому всем вам хорошего, бодрого дня. Спасибо! Восемь команд, около 450 человек. Огромный палаточный городок. Согласитесь, масштаб внушительный. Почетное право поднять флаг Российской Федерации и Электрогорска было предоставлено капитану команды «Железяка», победителю прошлого туристического слета. После построения и официальной части праздника команды представили свои визитные карточки. Костюмы, музыка, декорации, танцы. Отличилась каждая команда. Команда «Шальные»! Меняем душные улицы и пыль городов на свежий воздух и запах костров. Здесь веселье, здесь игра, здесь друзей моих бурьба, здесь и вся моя семья. Сегодня в нашем селе проводится турслет. Приглашают всех веселиться и играть, песни под гитару запевать, удаль молодецкую показать. Эх, жалко, я не пойду. Ну, интересно, интересно. Турслет, говорите. Минуя большие озера, прили 25 человек. И встретить в пути не боялись ни змей, ни быков, ни собак. А если встречали, смеялись. И говорили вот так. Мы страна, и мы едины. Вместе мы непобедимы. И с тобою рядом всегда с головы дотпят. Видим мы всегда тебя насквозь. Так, завещал свое время сомнил Пократ. И с тех пор по жизни понеслось. И если твой немного организм устал, Знают, где на карте еще есть места, Где твое здоровье это очень важно. Все, все для посетителей, все для людей. Это просто медицина, ЭГБ. У нас в груди металл горит. Железных трудно победить. Мы будем биться до конца, Как сердце бьется у бойца. Мы все, мы все вместе. Мы все, мы все вместе. Мы все, мы все вместе. В этот раз программа турслета была организована по-особому. Все команды замечательно подготовились. Вообще турслет собрал около 400 человек. Это не считая гостей, которые у нас приезжают, Уезжают, принимают участие в программе, Которая очень насыщена. Мы постарались сделать так, чтобы насыщенность всей программы, Она была именно в субботу. Чтобы в пятницу у нас люди могли поставить лагерь, Создать себе все условия для трехдневного проживания на туристической поляне. А вот в субботу мы начали с 10 часов утра, Открыли, подняли флаг и начали конкурсы. Все принимают активное участие, Всем очень нравится, погода нас тоже радует, Погода нас не подвела. Отдельно еще хочется сказать, Что в этом году у нас очень много детей. И для детей в том числе у нас подготовлена отдельная программа, Где они у нас принимали и принимают участие. И тоже очень довольны. На эти несколько дней тихое место у реки превратилось в уютный палаточный городок С креативными фотозонами. Здесь собрались любители активного отдыха, Сборные команды предприятий, учреждений и общественных организаций «Электрогорска». Каждая команда по-своему оформила свой туристический уголок И у каждого своя изюминка. Давайте смотреть. Каждая команда отличилась своим оригинальным оформлением. Приветствия гостей, наличие уголка безопасности, санитарно-бытовые условия. Разноцветные палатки, яркие стенды, манящие запахи блюд на костре. Ну и конечно, кроме туристического быта и творчества, Участники сразились в спортивных состязаниях и конкурсах, На которых лучшие из лучших смогли продемонстрировать свою силу, скорость и выносливость. Нам все нравится, хорошая организация, дружелюбная атмосфера, здоровая конкуренция. И знаете, такой общий командный дух. Вы знаете, я еще хотела бы добавить, поблагодарить главу городского округа «Электрогорск» Дорофеева Сергея Евгеньевича За приглашение, за возможность принять участие в этом замечательном мероприятии, 24-м туристическом слете. Ну, настрой у нас хороший, положительный, настроение, солнце, погода, все здорово. Лично я пришла со всей своей семьей, всех детей, мужу привлекла, у мужа это первый турслет. Вот, но надеемся, главное, на хорошее настроение, на командный дух, Потому что среди нашей команды есть товарищи, которые уже неоднократно ходили в турслеты. Они, собственно говоря, и пригласили нас для поддержки. Ну, и, соответственно, для оздоровления нашей команды потребовались молодые силы, дети. Пожелаю хорошо отдохнуть, хорошо постерноваться, чтобы не было травм. А так, хорошее место. Я сюда ходил еще маленький, начиная с 4-х лет. Папа меня сюда привозил, деревьев не было, вот этих вокруг дубенки. И хочется, конечно, сказать, что дубенка была такой же ширины, но очень глубокая. Мы воду из дома не приносили, черпали из дубенки, делали чай, уху, много было рыбы. А когда в 72-м году сделали мелиорацию, прокопали канавы, рычаги иссякли, вот стало сухо, вот выросли деревья уже такие большие. Так что, а место очень хорошее, мы сюда, вот здесь вот останавливались, вот на этой излучине, вот спали. Спали на свежем воздухе, прямо на берегу, солому постелили и все, никаких палаток ничего не было. Это был 65-64 год, 67-й, вот так вот. Умение оказать первую помощь, ориентирование на местности, завязывание узлов, разжигание костра, перетягивание каната, дартс, тарзанка, навесная переправа, переход по кочкам через заболоченную местность. Помимо традиционной полосы препятствий соревнований, что были в программе ранее, в этом году и биатлон, и конкурс русской каши, и лабиринт. Вы знаете, я реально в первый июня на турскрете, вот, ни разу не был, вот, получилось так, что судьба меня сегодня завела круто, реально круто, вот. Для молодежи это просто здесь все организовано так, что на высшем уровне. Много команд-участников обновили состав и выступали с большим количеством новичков. Это отразилось на готовности спортсменов и понимании тактики прохождения этапов. Все очень довольны, в хорошем настроении, рвутся в бой, готовы к победе и к поражениям. Конечно, естественно, главное не победа, а участие. Это у нас всегда было в команде заложено. Команда тоже очень довольна. Вы, я так поняла, впервые здесь, да? Да, в этом году я участвую первый раз. И на самом деле это очень яркие будут воспоминания. Мне очень понравились и вчерашние сборы, и сегодняшние и текущие мероприятия. Я с нетерпением жду грядущих состязаний и очень рад, что здесь присутствую. Организация очень необычная. У нас новые конкурсы появились, новые спортивные мероприятия. Очень интересно. Настрой у нас боевой. Готовы очень сильно соперничать и биться за первое место. Так как мы были в 2019 году первыми, соответственно, хотим отстоять это же место. Я в этом году первый раз участвую в электрогорском турслете. Подготовка на высшем уровне, я бы сказал. Приехали даже с детьми и решили посмотреть, как все будет проходить. Все очень нравится, все классно. Наша команда, федеральная налоговая служба, была приглашена администрацией города на этот турслет. Невероятное мероприятие. Мы не пожалели нисколько, что мы приехали сюда. Наша команда из Москвы. Мы работаем в Москве, Неглинная-23. Приехали сюда и так рады. Такая организация на высоком уровне. Столько много новых людей, новых знакомств. Просто благодарность администрации города. Состязания шли в здоровом спортивном темпе. Команды показывали высокие результаты, завоевывая победу порой с перевесом в 1-2 балла. Все были подготовлены на 100%. После насыщенного конкурсного дня с закатом солнца все могли отдохнуть, спеть песни у костра, пообщаться и подвести итоги. А уже на следующий, заключительный день турслета, прошла церемония награждения. Каждая из команд оказалась самой сильной в отдельных видах испытаний. По общему подсчету голосов, третье место у команды «Шальные». Серебро забрала команда «Железяка». Уверенную победу одержала команда «Эколаб». Победителем общекомандного зачета стала команда «Эколаб». Команды вручаются переходящие «Эс» и «Губин» для первого верха. Огромное спасибо всем участникам и особенно организаторам за такое классное спортивное мероприятие. Мы очень рады, наша команда победила. Победила, естественно говоря, дружба. Все победили. Но наши заняли первое место. Поэтому спасибо большое за поздравления. Судейство нам очень понравилось. Новые конкурсы, новые этапы. Нам это очень сильно понравилось. Мы довольны результатом. Мы боролись. Я считаю, что нам не хватило буквально чуть-чуть. Мы выступали. «Эколаб» сильная команда. Мы против них выступали. Но мы не брали себе профессиональных футболистов. Профессиональных футболистов. Мы играли чисто своими заводскими ребятами, которые у нас играют. И мы хорошую борьбу дали. И в следующем году будем стараться также отстаивать первое место наше. Поэтому спасибо большое за организацию. Спасибо за полностью туристический слет, что он вообще провелся в этом году. И вообще спасибо большое за все, что вообще происходило на этой лужайке. Тур-слет всегда был излюбленным местом проведения отдыха, скажем так. Несмотря на то, что мы проявляем и спортивные качества, и выносливость, и умение, то в данной ситуации я все-таки считаю, что главное, наверное, все-таки в этом соревновании именно участие. И вот мы все эти три дня наблюдали за том, как у людей менялось настроение. Первый день, понятно, заезд, подготовка. Вечером мы уже посмотрели, что настроил у всех, боевой, хороший. Ну, основная суббота выпала, конечно, все соревнования. И еще погода была очень-очень, скажем так, солнечная, очень-очень жаркая. И очень, наверное, все-таки хорошо, что рядом был источник, в котором можно было окунуться, охладиться. И потом опять приступить к исполнению каких-то мероприятий, конкурсов. Но вот что хочется отметить. И вы, наверное, увидели, и увидите это все. Это позитивнейший настрой, который мы сегодня видим. Это заряд бодрости, наверное, на целую оставшуюся неделю. Ну и, конечно, мы пригласили всех на 25-й, практически так, юбилейный слет, который пройдет у нас в следующем году. Надеемся на хорошую и острую борьбу. Время есть для того, чтобы подготовиться. Турслет – это большое количество испытаний, преодолевая которые, все участники становятся единым целым. Как показал этот год, очередному турслету обязательно быть. Время пролетит быстро, и уже в следующем году участники встретятся вместе на 25-м юбилейном.